Жительница железнодорожного района Самары Татьяна Ухалова считает себя счастливой. У нее двое детей, четыре внука и правнук. Говорит, хочет увидеть, как он вырастет, потому решила сделать прививку от гриппа. Татьяна к своему здоровью относится ответственно. В апреле она уже делала прививку от коронавируса. Говорит, тогда перенесла процедуру легко, не было температуры даже в первый вечер. Теперь решилась защититься от гриппа, тем более, что передвижной мобильный пункт прибыл практически во двор. Я хотела поблагодарить за заботу, которую о нас проявляют. Что к нам, к дому, к крыльцу подъезжает машина, нас просят сделать прививку, чтобы быть здоровыми. Вот я хочу быть здоровой. О том, что такое коронавирус, Наталья Спиридонова знает не понаслышке. Год назад она переболела ковидом с высокой температурой и поражением легких. Говорит, чтобы не переживать это вновь, решила привиться. Вот и решила привиться, чтобы не заболеть. Брат и две сестры уже привились, я осталась одна. И вот сейчас привьюсь. Никуда не ехать, не идти. Рядом с домом вышла я, вот мой дом, вот окна вышла и сделала. Мы провели встречание с ОМСом и всех страховых представителей лечебных учреждений. В прежде всего, точно так же подключили к обзону 60+, плюс еще больных с хроническими заболеваниями. То есть мы сейчас предметно их вызываем, указывая время и день, когда им удобно прийти. То есть именно на эту категорию граждан мы направим все свои усиления. В области прошла акция, посвященная вакцинации жителей пожилого возраста от новой коронавирусной инфекции. Для них рядом с домом работал мобильный комплекс в поселке Шмидта. Кроме того, пожилые и маломобильные граждане могут обратиться по телефону в любой день в свою поликлинику и вызвать мобильную бригаду для проведения вакцинации на дому. Можно привиться от новой коронавирусной инфекции и также можно привиться от гриппа и от пневмонии. Акция называется 60+, прививка равно здоровью. Потому что мы понимаем, что это пациенты наиболее уязвимые для как новой коронавирусной инфекции, так и в целом. Новая коронавирусная инфекция представляет особую опасность для людей старшего возраста. Именно пациенты старше 60 лет тяжело переносят инфекцию, проходят лечение в инфекционных госпиталях и после выздоровления встречаются с последствиями инфекции. Вакцинация минимизирует риски заболевания и при встрече с вирусом помогает перенести болезнь в более легкой форме. Мэр Елчан, Виктория Шарой, События. Субтитры создавал DimaTorzok